Идти куда бы то ни было без электронного пропуска в Пекине невозможно. Везде требуют отсканировать код здоровья, который определит, представляете ли вы угрозу для окружающих, в том числе, если бы выезжали за пределы города в течение последних 14 дней. Система это тут же распознает и не пропустит. Как, например, в моём случае, командировка в начале недели в другую провинцию. Вот теперь в общественные места в Пекине не попасть. Жёсткие проверки при входе в каждый двор. Полсотни столичных районов в оцеплении. Чтобы не дать вирусу снова расползлись по стране, пекинский аэропорт сокращает рейсы. Междугородние автобусы на стоянках. Это ещё не полная транспортная блокада, как в Ухане, но очень на неё похоже. С сегодняшнего дня Пекин приостанавливает всё междугороднее автобусное сообщение до особого распоряжения, закрываясь на въезд и выезд. Выехать из Пекина можно только в случае крайней необходимости. И только со справкой об отрицательном тесте. И то далеко не всем. Запрещено покидать Пекин. Тем, у кого подтверждён диагноз ковид. Тем, кто находился с ними в близком контакте. У кого заболевание проходит в бессимптомной форме. У кого есть температура и кто посещал рынок синфоди. А также всем, кто проживает в районах повышенного риска. Сдают анализы целыми микрорайонами по 400 тысяч проб в день. Я сначала думал, тут же такие толпы приходят сдавать. Настоящий рассадник заразы будет. Но нет, всё организовано, быстро, никто близко не стоит. Для многомиллионного мегаполиса ежедневные 20-30 заражений вроде бы единицы. Но ведь почти два месяца в Пекине не было и этого. Отчего все силы эпидемиологи бросили. Но установление источника заразы. Вот он, тот самый новый нулевой пациент. Точнее, версии 2.0. Никуда не ездил, с больными не контактировал. Просто сходил на рынок. Вот сходил, рыбу купил. Источником инфекции замороженная рыба была вряд ли. А вот переносчиком запросто. Ведь сохранившийся на её поверхности вирус тоже явно был заморожен. Что и позволило ему приплыть в Китай. Именно морепродукты, как выяснилось, лучше других сохраняли заразу. Среди заражённых сейчас пациентов большинство работало как раз в отделах морепродуктов. Чуть меньше тех, кто продавал мясо и другие товары. Предварительная оценка показала, низкая температура и высокая влажность могут способствовать выживанию вируса. Геном нового штамма китайские учёные уже расшифровали и отправили в ВОЗ вирус из Европы. Но при этом даже старше того, что свирепствует сейчас в Старом Свете. А значит почти не мутировал. И похоже как раз потому, что был в замороженном состоянии. Теперь от всех поставщиков импортного продовольствия Китай требует обязательное лабораторное заключение. Ещё до отправки. Проверки продуктов продолжаются во всех пекинских магазинах и точках общепита. На 80% закупавшихся как раз на закрытой теперь базе Синьфади.